Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 23 января, день Григория. Святой Григорий был младшим братом Василия Великого. Вначале он учился в языческой школе Кесарии, ораторскому искусству. Далее были самостоятельные научные занятия и уроки у святого Василия Великого. Этим уроком Григорий был очень многим обязан. При своих природных дарованиях и прилежаниях в изучении наук, святой Григорий с успехом изучил риторику и философию, готовил себя к званию светского оратора, однако Бог распорядился иначе. Этот день в народе называли Григорий Летоуказатель. Хозяева постепенно начинали планировать проведение весенних полевых работ, подготавливать соответствующий инвентарь. Отбирали зерно для посадки. Все работы делали вручную. Крупное зерно отбирали для посадки, а из мелкого мололи муку. В день Григория Летоуказателя крестьяне обращались к стоговому, так звали духа, который живет в стогах и скирдах сена. Считалось, что если относиться к нему с заботой и вниманием, то он защитит припасы от грызунов. Поэтому сегодня крестьяне отправлялись в поле и кланялись с кирдом, в которых живет этот дух. Они благодарили его за защиту и оставляли угощение в виде коровая хлеба. Приметы. Если на стогах и деревьях виден иней, лето будет прохладным и дождливым. Если в день Григория Летоуказателя дует ветер с юга, в июне будут дожди с грозами. Ясная погода предвещает знойное лето. Народи говорили, если на Григория много снега, будет много хлеба. Если иней не проходит к вечеру, это к смене погоды. Первая капель сегодня к теплому лету. Не было сегодня безоблачно и ясное к ранней весне. Сухой снег к засушливому лету. Если приготовить и съесть сегодня блюдо из мяса, гарантия крепкого здоровья на весь год. Сегодня из дома ничего нельзя было выбрасывать, чтобы не выбросить свое счастье. Если сегодня обойти стог сена 3 раза против солнца, можно будет разбогатеть в этом году. О чем говорит вообще сладость? Сладость, именно сладость говорит о том, что этот сок способствует тому, что он питает, усиливает, он полнит. Он вообще содержит очень много биологически активных веществ. И особенно натрия. 4 больше, чем кальция. И знаешь, чем этот сок теперь отличается от предыдущего? Дело в том, что в результате варки, в результате приготовления всей пищи на огне, у нас кальций, который имеется в пище, он становится менее активным биологически. И он как накипь в чайнике начинает откладываться на стенках сосудов, в желчном пузыре, в почках и так далее. И для того, чтобы его растворить, растворить надо, для этого нужен натрий. И натрий не простой, а вот именно биологически активный. И так как много бета-соки натрий, он мощно начинает вот эту вот растворяющую работу, в помощью которой очищает печень, почки и наши сосуды от отложений кальция. Самое главное, что трубочку берешь, иногда там в самоваре или еще где-нибудь, а она вот так вот вся покрыта стенка. Вот то же самое примерно у нас может быть. От термической пищи. От термической обработанной пищи. Откуда эта пища берется? Хлеб? Дрожжи. Дрожжи даже не берем. Хлеб просто термически обработан. Допустим, борщичок, прочие там плюшки. Что там еще? Легче перечислить, что не обработано. Вот, 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 все, что у нас не свалено или не запечено, все, что свалено и запечено, значит у нас этот кальций стал недоступен для организма. Значит он там может спокойно где-то отложиться и в камушек превратиться, а потом колоть. Геннадий Петрович, я делаю финальный вывод, сравнивая эти соки. Сок с корнем петрушки более ядреный, более ароматный, более пахучий, более терпкий. То есть, знаете, есть поражение аржика очень острая и аржика средне острая. Вот с сельдереем это все как-то элегантненько, вот так вот, скажем, средне, 100% ароматно. А с петрушкой это вот самое такое яркое здесь проявление и аромата, и вкуса. Но когда вы начинали программу сегодня, вы сказали, зри в корень. Все понятно с этими корнями, разве можно репу назвать корнем? Это корнеплод, но не корень. Ну и что ж, это корнеплод и морковка, корнеплод сельдерей и корнеплод петрушка. А скажите, что из репы тоже сок? Из репы можно сделать сок, из нее можно приготовить, ее отварить. Это прекрасный продукт, о котором мы просто-напросто забыли. Мне кажется, надо репе посвящать отдельную программу. А как, если она термически обработана, она же тоже получается нам? Ну, ничего страшного. Пальцы, сосуда. Хорошо. И пальцы, да. Но тем не менее, тем не менее, да, на какой-то компромисс мы идем. Потому что сырое, как бы сказать, не особо, там много бы сидит. Потому что все, что мы едим сырое, что у нас делает в желудочно-кишечном тракте? Так как много здесь клетчатки, она, конечно, у нас хорошо чистит, но и вызывает разного рода газообразование. Вот, как говорят, слон съедает там 60 килограммов растительной пищи и вырабатывает там что-то там метана. Будь здоров. То есть это для них естественность. Для отравления маленькой Голландии. Да, да, да. Давайте я ее хоть попробую. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Можно я попробую. И, кстати, когда мы вот используем вот это сочетание соков, там, морковки, сельдерей, то мы начинаем автоматически избавляться от таких болезней, как артрит, сахарный диабет, и шевическая болезнь сердца, варикозное расширение вен, эмороид, желчи и почечнокаменная болезнь и другие, которые вызваны тем, что у нас откладывается кальция. Оказывается, кальция вызывает около 300 отклонений в нашем здоровье. Именно тот кальций, который стал уже не присваиваем для организма. Ну вот, бери. По полу можно поделить. Давайте. Так, и так, да? Хорошо. И ни в коем случае, вот смотри, вот, видишь, это мелочи, это желтенькое. Желтенькое. О чем я говорю? О том, что здесь и каротинчика много. Опа! Так это же редька какая-то. Они родственники? Ну да. Точно? И хрестящая, да? Немножечко. Все, пробуй немножечко. Потому что мы уже отвыкли от нормальной пищи, а от сыры. Ну и у нас, мы, мы, они могут вызвать сразу большую такую реакцию. Желчие свойства. Желчие прям, это тоже просто слышится сразу. Кстати, репа лучше всего является огородная и свежая. Вот чувствуем, какой вкус. Да, да, да. Значит, что это, вот, жвучий вкус делает, репа, как ты думаешь? Жвучие, убивает микробы. Правильно. И еще древние говорили, что свойства горячие и влажные во второй степени. То есть, горячие чувства сейчас немножко съешь, и уже, как бы, скажем, немножко из пари на выступе, да? Вот, и влага. Влага, много здесь влаги, ну, целый такой круг, как микрот, да? Вот, поэтому она еще, согласно древним врачевателям говорили, что она действует на жизненные принципы, так что она иногда, если много ее съесть, обвели вот этих вот масел, вызывает головокружение. Если сессию много, то в некоторых случаях может обостриться зрение. Но ее, конечно, много не надо есть, да. Кстати, зрение – это функция огненная. Если человек, ну, будем говорить, как бы сказать, его организм замерзает, вот, он чувствует, так, пошел там, прохладу какую-то, вот, ручки-ножки-мёрзор, у него, в связи с этим, может и на зрение падать. Как правило, хуже печень работает, потому что печень и зрение связаны между собой. И обогрева к низбам, вот. Геннадий Петрович, мне кажется, информация о том, что репа… Что? Ну, надо на самом деле заканчивать. Он, на самом деле, уже перекрыл, у нас такой идёт. У нас перекрыл двадцать, вот, три минуты, ничего страшного. Ага, ну, тогда да. Сейчас тогда вот это скажем и закончим. Да. Мне кажется, нам нужно остаться на глазах и сказать, что она ходит более перспективно. Это читается. Давайте. Я думаю, что можно еще разочекать глаза, в некоторых случаях, потому что у нас появилось. Значит, действие, она действует очень мощно на жизненные принципы. То есть она особенно увеличивает теплотворную способность организма, с чем? Она улучшает зрение. Кстати, её семена, если растолочь, выводят… Кстати, её семена, если растолочь, выводят веснушки. Вот эти вот все, вот эти вот… Опять веснушки? Да. Вот. Если её есть много, она делает обильным женское волоком. Обильным и хорошо это будет. По качеству. По качеству. Далее, она увеличивает количество выделяемой мочи. То есть всё, что у нас там состояло, быстренько выделяет. И очень важно отметить то, что её сок уменьшает ипотагрические узлы. То есть те узлы, где отложились вот это отложение соли. Поэтому её можно, конечно, использовать с этой целью. Но важно понимать, что я говорил, что она вызывает ветры. Поэтому людям, тем, которые мерзнут, её надо использовать особенно осторожненько вообще. Так она же влеет. Да не сухощаво. Из-за гробости клетчатки. То есть вот тогда-то её лучше всего и отварить. Я думаю, что репе имеет смысл посвятить вообще отдельную программу. И раз она такая целебная, но устроить просто кулинарное пиршество и приготовить её, чтобы она ещё и была вкусной. Пригласите меня ещё раз, пожалуйста, на репу, ладно? Хорошо. В позже случае приглашаю на репу, мы её отварим и попробуем уже пареную отварную. С мёдом? Можно и с мёдом. Спасибо большое. Спасибо большое за открытие корней петрушки. Потрясающе вкусно и очень ароматно. А то, что это так полезно, меня, конечно, очень радует. Так вот с утра или на вечер. 28 лунные сутки. Ввиду того, что энергетика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична, её олицетворяют с лотосом. Сегодня поддерживайте у себя приподнятое возвышенное настроение. А чтобы удержаться на волне гармонии и благости, которую несёт этот день, контролируйте свои эмоции. Обязательно сделайте себе праздничный обед из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи. Не следует сегодня тяжело физически трудиться. Всё должно идти легко и радостно. Доставлять удовольствие и не нарушать гармонии окружающего вас мира. Сегодня снятся вещи и сны. Отнеститесь ко всему, что вам приснится серьёзно. Ведь сны, как говорили древние мудрецы, это послание нам из будущего. 29 лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому её ассоциируют с чудовищем морских глубин – осьминогом. И всё это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияют на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всём ограничения, физической нагрузки, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги, как вы прожили этот лунный месяц.